Обычные бумажные проездные постепенно вытесняются из обихода транспортными картами или электронными кошельками. Безналичная форма расчета не только удобна, но и выгодна. Впервые транспортные электронные карты появились в 2009 году в Канаше в порядке эксперимента. Сейчас специальные терминалы для считывания информации есть у кондукторов на всех городских и пригородных маршрутах общественного транспорта. Безналичная оплата немножко облегчает труд кондукторов. Не надо считать мелочь, количество денег. Это будет облегчение. Рассчитываться электронными деньгами предпочитают уже 45 тысяч жителей республики. Все вместе они совершают около 2 миллионов поездок в месяц. Ожидается, что количество пользователей электронными проездными увеличится. На фоне повышения стоимости проезда билет, купленный за безналичный расчет, будет на рубль дешевле. Таким образом, власти республики хотят привлечь пассажиров в общественный транспорт и упорядочить финансовые отношения с государственными перевозчиками, на долю которых приходится основная нагрузка по обеспечению проездных льгот. Электронный проездной и электронный кошелек – составные части масштабного проекта под названием «Универсальная электронная карта». Работают они весьма успешно. Тем более непонятно, кому и зачем надо настраивать людей против УЭК. В Чебоксарах приобрести электронный проездной и пополнить его можно в 24 пунктах. К 1 апреля, обещают, их будет 50. Обязательно нужно смотреть, чтобы было два чека. Один чек у нас – это фискальный. Фискальный говорит о том, что мы внесли деньги в предприятие. И один чек – это непосредственно чек с терминала пополнения, где указан номер карты и вид этой карты. Вот в данном случае карта у нас идет пополнение – 100 рублей. Кстати, коммерческие перевозчики тоже присматриваются к новшеству. Терминалы для электронных расчетов появились в маршрутках номер 62. Эксперимент прошел удачно. Елена Гальперина, Олеся Русакова, Андрей Спиридонов, Республика.